Время новостей на нашем телеканале в студии Алиси Кайряк. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажем о главных событиях в стране и мире к этому часу. Пожар в столичном секторе Ботаника. Ранним утром во дворе жилой многоэтажки на улице Дачи горели несколько автомобилей. На место были направлены две пожарные бригады. Возгорание ликвидировали меньше чем за час. Сообщение о пожаре в экстренную службу поступило в четвертом часу утра во дворе многоэтажки по улице Дачи 29 столичного сектора Ботаника. Горели автомобили. В тушении участвовали две пожарные бригады. По словам специалистов, огонь практически полностью уничтожил автомобиль марки Вольцваген. Наполовину сгорел Мерседес. Еще две машины, Тойота и БМВ, огонь повредил частично. Людей во время пожара в автомобилях не было. Происшествие обошлось без жертв. Огонь удалось ликвидировать в 4.26 утра. Обстоятельства происшествия пока не установлены. Специалисты проведут работу на месте, чтобы точно выяснить причины возгорания этих транспортных средств. По данным государственного инспектората по чрезвычайным ситуациям, за последние 24 часа помощь пожарных и спасателей потребовалась в 49 случаях. Трагическая смерть несовершеннолетнего из села Болца от Силовенского района. 15-летнего подростка на велосипеде насмерть сбил микроавтобус. Другой подросток того же возраста был госпитализирован после аварии с различными травмами. Родственники погибшего обвиняют в произошедшем водителя микроавтобуса и заявляют, что тот превысил скорость. Скорбящая мать погибшего подростка со слезами на глазах рассказала, что год назад врачи чудом спасли ее сына после того, как перед ним взорвался снаряд. Однако вчера вечером после аварии Петрику не удалось вернуть к жизни. Он поехал кататься на велосипеде. Праздник был вчера. Год назад, когда с бомбой врачи собрали его по кусочкам и вытащили, а сейчас они его не спасли. Два велосипедиста выезжали из села Цепало и ехали домой в Болцать, двигаясь по довольно опасному спуску. Медики говорят, что мальчики ехали на высокой скорости. Родственники подростков утверждают, что на самом деле это водитель микроавтобуса превысил скорость. Сейчас на этом участке дороги лежат цветы и горит свеча. Он гнал так, что пыль поднялась по всему селу. Я говорил ему ехать тише. Скорость большая была. Если бы он двигался медленнее, все было бы хорошо. А он всегда ездит быстро. Не знаю, что с ним было. Может, не заметил их. Наша съемочная группа попыталась поговорить с 65-летним водителем, который предположительно спровоцировал аварию. Однако его не оказалось дома. Другого 15-летнего юношу госпитализировали с различными травмами в муниципальную детскую клиническую больницу имени Валентина Игнатенко, где ему была оказана медицинская помощь. Мальчик рассказал, что все произошло внезапно, и ему пришлось быстро реагировать в опасный момент. Он ехал с высокой скоростью. Ему навстречу двигалась машина. Он решил изменить траекторию, чтобы не врезаться, и вылетел в кювет. Пострадал также 44-летний пассажир микроавтобуса. Его доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. В полиции сообщили, что водитель, находившийся за рулем автомобиля, был трезв, а на велосипедистах не было светоотражающей одежды. Детали случившегося выясняются. Только с начала года произошло более 30 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов. В результате четверо погибли, а 28 получили множественные травмы. Продолжаем выпуск. На село Багичен и Ханчевского района обрушились проливные дожди. Близлежащая река вышла из берегов, затопив поля и дома жителей. На протяжении более месяцев в Молдове выпадают обильные осадки, возникают наводнения, сильные ветра и даже торнадо. Но только сейчас правительство приступило к обсуждению ситуации. При этом исполнительная власть ограничивается лишь дискуссиями, не предпринимая конкретных мер по оказанию помощи пострадавшим. Дождь, который обрушился на некоторые населённые пункты во вторник днём, затопил несколько домашних хозяйств и уничтожил кукурузные и овощные поля. По словам примара села Багичен и Ханчевского района, река Калмацуя, которая простирается на полтора километра, вышла из русла, покрывшегося илом за многие годы. Вместе с обильными осадками это привело к затоплению близлежащих мостов и дорог. В Неспаренском районе непогода стала причиной происшествия на трассе. Из-за сильного ветра на дорогу перед проезжающим грузовиком упало большое дерево. Это случилось недалеко от города Шелденешты. К счастью, водителю удалось вовремя затормозить, он не пострадал. Однако из-за испуга шофёра транспортное средство съехало с дороги на обочину. Момент падения дерева перед грузовиком заснял другой участник дорожного движения и выложил в социальную сеть. Между тем, правительство созвало экстренное заседание лишь спустя более месяца проливных дождей. По словам властей, с начала года 38 населённых пунктов в 17 районах страны пострадали от штормового ветра, града и даже смерча – необычного явления для Молдовы. В результате непогоды разрушено 12 километров дорог, сорваны сотни квадратных метров кровли, уничтожены тысячи гектаров кукурузы, подсолнечника, ячменя и других культур. Материальный ущерб ещё подсчитывается. Специалисты утверждают, что в настоящее время опасности наводнений из-за разлива Днестра или прута нет. Действующий премьер-министр дал указание ответственным лицам обеспечить дополнительную проверку защитных дамб и их укрепление, а также полностью оценить ущерб в кратчайшие сроки. Более 200 килограммов наркотиков, обнаруженных сотрудниками правоохранительных органов в конце прошлой недели, предназначались для отправки в Евросоюз. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам представила новые подробности об изъятии рекордной партии героина. По словам главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Иона Каракуяна, главный подозреваемый в этой схеме – гражданин Турции, который начал экономическую деятельность в Молдове в 2020 году. Он создал фирму по импорту стройматериалов, хорошо зарекомендовавшую себя в данной сфере. Сделав несколько легальных поставок без контрабанды, фирма стала вводить наркотики под прикрытием стройматериалов. Прокурор сообщил, что героин ввозили из Ирана. По морю доставляли в Россию, затем в Украину и уже оттуда в Молдову. В настоящее время арестованы пятеро подозреваемых, в том числе двое граждан Турции и трое молдаван. Еще двоих подозреваемых отпустили после того, как выяснилось, что они не имеют отношения к преступной группе. Предположительно, в изъятых брикетах был героин, однако точное заключение даст экспертиза, которую проводят специалисты из Молдовы и Украины. В ходе рейда правоохранители обнаружили 1092 брикета с наркотическим веществом внутри кирпичей, которые были упакованы в несколько слоев полиэтилена, чтобы наркотик нельзя было обнаружить по запаху. Ужесточение антиковидных мер на фоне взрывного роста числа заболевших коронавирусом. Тревожные сообщения приходят из России, где в течение уже нескольких дней количество новых случаев инфицирования не опускается ниже показателя в 17 тысяч человек ежесуточно. Правительство Российской Федерации рекомендовало региональным властям сформировать резерв конечного фонда для оказания медицинской помощи лицам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее и активно информировать население о проведении вакцинации. Усиленные меры по борьбе с коронавирусом должны применяться особенно активно в городах с численностью населения выше миллиона жителей. В Москве, где за последний период ежедневно выявляется от 6 до 9 тысяч новых случаев заболевания ковидом, власти ввели беспрецедентные ограничения на посещение массовых мероприятий, ресторанов, открытых площадок. При этом в российской столице отмечен 100% рост повторных случаев заражения коронавирусом. Городские власти объясняют это распространением индийского штамма, которым заболевают даже те, кто ранее привился. По мнению замдиректора по клинико-аналитической работе Российского исследовательского института эпидемиологии Натальи Пшеничной, россияне расслабились и пренебрегают защитными правилами. Новая мутация коронавируса, названная Дельта Плюс, зарегистрирована в Индии. Сообщается, что у нее на 60% выше передаваемость, чем у так называемого британского варианта, и более чем в два раза, чем у базового вируса COVID-19. И в продолжение в Молдове. Очередной марафон вакцинации, на этот раз российской вакцины «Спутник ВИЗ», спрос на который среди жителей столицы довольно большой, состоится в Кишиневе в субботу, 26 июня, в здании Дворца Республики с 7 утра до 22.00, при необходимости с продлением времени. Об этом в соцсетях сообщил столичный мэр Ион Чебан. Генпримар призвал граждан не составлять предварительные списки, поскольку очередь будет одна на всех, и заверил, что вакцина будет доступна в достаточном количестве. По словам градоначальника, во время марафона также будут доступны вакцины «Астрозенека» и «Синофарм». Кроме того, глава столицы отметил, что прошедший в минувший выходные марафон, организованный Примырией Кишинева, Министерством здравоохранения и врачами муниципальной клинической больницы «Святая Троица», прошел на высшем уровне. Он высоко оценил жест медперсонала, принявшего участие в марафоне в свой профессиональный праздник. В ходе прошлого марафона было иммунизировано около трех тысяч человек второй дозой вакцины и 235 человек первой дозой. Также ранее, во время первого марафона вакцинации, состоявшегося еще весной, было вакцинировано пять с половиной тысяч человек. Продолжаем выпуск. Члены Центральной избирательной комиссии вновь встретились с представителями Министерства иностранных дел для проведения нового раунда переговоров по открытию избирательных участков за рубежом. Встреча состоялась после того, как накануне Высшая судебная палата обязала Центр избирком сформировать не менее 190 избирательных участков для диаспоры, а не 146, как было установлено ЦИК. Напомним, на прошлой неделе после семи судебных заседаний и серии отводов, операционная палата обязала ЦИК пересмотреть свои решения и открыть больше избирательных участков за пределами страны. Члены Центра избиркома обжаловали постановление апелляционной палаты, заявив, что участки могут быть открыты как минимум за 35 дней до даты выборов. И этот срок уже превышен. Также ЦИК отметил, что пока нет ясности в вопросе о готовности зарубежных стран разрешить открытие новых участков. Более того, неизвестно, на какие деньги будут открыты дополнительные участки, когда правительство выделило лишь 70 из 125 миллионов леев, необходимых для проведения выборов. Пожар в одном из многоквартирных домов столицы в секторе Ботаника. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, огонь возник около 11 утра на последних этажах здания. Прибывшие на место шесть бригад пожарных установили, что огонь охватил внешний фасад здания со второго по 12 этажей. Очевидцы рассказали, что им позвонили и предложили покинуть дом на некоторое время. Затем разрешили вернуться. Наверху, где-то на шестом или на седьмом этаже, начал этот кондиционер, сгорелся. Я был внутри, на первом этаже, хотел выйти с заднего входа и начал уже капать оттуда. Там уже вообще такой фонтан, что еле вышел оттуда. Квартиры не пострадали, однако спасателям пришлось эвакуировать две семьи, чтобы избежать отравления продуктами горения. О пострадавших не сообщается. Обстоятельства и причины возгорания будут выяснены специалистами. Куда поехать жителям Молдовы на отдых этим летом? Эпидемиологическая ситуация в этом году более благоприятна, да и массовая вакцинация способствует туризму. Благодаря этому самые популярные направления открыты для желающих, но при определенных условиях. Большинство стран требуют предъявить сертификаты о полном курсе вакцинации либо отрицательный тест на коронавирус. При этом некоторые туристические направления пока остаются недоступными для наших граждан. А об этом подробнее в нашем следующем сюжете. Перечень стран, открытых для молдавских туристов, увеличился по сравнению с прошлым годом. Так, с 1 июня этого года граждане Молдовы получили практически свободный доступ в Румынию. Сейчас в Румынии для молдаван сняли абсолютно все ограничения. Тест, вакцина, ничего не надо. Можно проехать без никаких документов, кроме паспорта, туда. Но нужен какой-то подтверждающий документ о цели прибытия. Таким подтверждающим документом может стать ваучер и контракт о покупке турпакета, если вы турист, или документ, подтверждающий, что вы едете на работу или на лечение. Попасть в Украину с биометрическим паспортом можно при наличии сертификата о полном курсе вакцинации, одобренном в Евросоюзе препаратами. После вакцинации должно пройти не менее двух недель. Либо представить результаты ПЦР-теста. Такие же требования действуют при въезде в Венгрию, а также в недавно открывшие свои границы Испанию и Италию. В Болгарии можно и спутниками, и астрозанегой, и файзером, как и в Греции. Но в Греции нельзя молдавским паспортом. Если есть двойное гражданство Румынии или другой европейской страны, то можно без вопроса поехать в Грецию. Но обязательно нужно показывать вакцину. Желающим попасть на море в Египет или в Дубай, в обязательном порядке помимо визы нужно пройти ПЦР-тест. Паспорт вакцинации в данный момент не считается разрешительным документом. Правительство Турции рад приветствовать всех любителей пляжного отдыха, имея при себе либо вакцину, то есть вторую дозу вакцины, либо справку о вакцинировании, совершенно верно, либо тест. Лучшее, что есть на данный момент, это Турция и Египет. Это туда, куда можно полететь легко, удобно, комфортно и быстро. Единый европейский сертификат о вакцинации, известный как зеленый паспорт или ковид-паспорт, для граждан Молдовы станет хорошим подспорьем при посещении ряда стран. Ковид-паспорт пока что работает только для нескольких стран. Это касается Украины, Болгарии, Испании и Венгрии. Закрытыми для владельцев биометрических паспортов остаются Россия, Греция, Великобритания, Ирландия, Германия и Италия. По данным Национального бюро статистики, за первые три месяца текущего года около 15 тысяч молдавских туристов смогли посетить Египет, Турцию, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты и Румынию. Это все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Олеся Кайряк. Подробнее об этих и других событиях расскажем в последующих выпусках программы. Не пропустите время новостей в 21.00 на телеканале ТВ6 и в 10 вечера на Археи ТВ. Спасибо, что были с нами и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова